с вами сегодня я илья калашников на волшебстве керамики и мы поговорим о том как делать небольшие формы не спешите делать большие гончарные формы а начните с маленьких здравствуйте маленький и очень маленький комочек вот с чего надо начинать обучение гончарному делу сначала я его прикреплю на микрослой воды даже я бы сказал нанослой воды когда торцом сухой руки отодвигаешь слой воды он становится нанослоем видите приклеился теперь отодвигаю и начиная изучать познавать законы центрирования вот если знаете такой продается гончарный круг детский кажется на батарейках он так называется гончарное дело такого маленькая упаковка с включенной глиной и это правильный гончарный круг на нем можно выкручивать изделия из маленьких комочков собственно это и позволяет познать законы центрирования потому что большой комок нужно знать куда как приложить силу а здесь вы чувствуете себя великаном когда делаете маленький стаканчик или маленький горшочек то можете центрировать можно сказать даже не ладонями а пальчиками и не надо прилагать очень много сил потому что вы не знаете куда их прилагать и начинаете познавать рычаги включая гончарный круг и вот смотрите большими пальцами моя задача отвести глину вверх то есть сделал такой вулкан глина пихается но тем не менее если этот комок очень большой то он пихаться будет очень мощно в мое тело ну а поскольку я себя чувствую великаном я начинаю владеть глиной вот я веду палец а вот вторым пальцем я хватаю этот палец и не даю ему ходить вправо влево вот давайте еще разочек покажу вот схватил палец вправо влево чтобы не ходил он и иду вверх вот вот веду глину веду глину веду глину таким образом с нижних слоев глина оказывается на верхних лишнее я имею ввиду теперь вниз давайте попробуем также я схватил этой рукой большой палец правой руки и начинаю вести вниз сдавливаю лепешку вот и все мне кажется что даже у ребенка получится так центрировать и можно сделать уже целый ряд изделий например солонку например розетку для варенья например для каких-нибудь орешков емкость например для кедровых которых много не съешь но и при этом в большую емкость их много не положишь потому что дорогие у нас кедровые орешки вот и вот так такими движениями вверх и вниз я опускаю и поднимаю глину тут главное зафиксировать руки и зафиксировать пальцы вот таким образом я фиксирую большой палец и раздавливаю глину а теперь иду вверх и вниз и вверх и вниз и каждый раз надо смачивать изделие иначе трение сделает злую шутку сорвет с круга изделие ну все начинаем торить отверстие вот прошли чуть-чуть и обязательно нужно капнуть водички еще идем внутрь и опять капаем водички и опять идем внутрь здесь главное не спешить потому что если спешить то мы прорвемся до внутренних слоев очень быстро они там сухие и глина конечно же сорвет с круга ну и теперь пальчиками можем возводить стенку изнутри давим на стенку и снаружи давим на стенку в общем то здесь поскольку изделие маленькая совершенно необязательно соблюдать какую-то последовательность какие-то пальцы конкретные ставить просто надо понимать что и снаружи изнутри должно быть воздействие как угодно если у вас длинные ногти возьмите другой палец если палец короткий возьмите палец подлиннее вот и таким образом можно вывести стенку равномерную все время надо смачивать и снижать количество оборотов да и вот я начал про маленький детский гончарный круг в начале сюжета его хватает чтобы сделать вот конкретно такое изделие то есть этот круг можно даже бесплатно где-нибудь на авито найти без рук в руки его дарят но можно и купить магазине не так дорого стоит и начать изучение гончарного дела вот я уже делаю форму изнутри я чуть-чуть подобрал глина снизу немножко ее раздул давлю пальцем изнутри она дуется отдавлю чуть-чуть снаружи вот получается такая емко и опять изнутри давлю у меня получается ребрышко жесткости то есть прогиб опять наружу вот все надо постоянно смачивать за этим очень четко следите ну почетче чуть-чуть глина чтобы конечно не переходить на личности и используя только пальцы рук потому что если будет комочек глины еще меньше ну придется использовать какие-то другие инструменты стоматологические например но мне потребуется тем не менее уже не карточка потому что карточка она достаточно большая потребуется мне пол карточки сейчас я эти пол карточки найду возьму карточку и сделаю из нее половину карточки вот так и вот эта половинка конечно мне пригодится сейчас больше чем целая она является уже можно сказать спец инструментом сделанным специально для изготовления микрогоршков вот ей удобно очень обкатывать можно использовать вот эту часть микрокарточки вот так вот таким образом снять здесь можно у донышка лишнюю глину ну то есть когда форма маленькая понимаешь все процессы и пожаловаться что глина слишком допустим не сговорчивая уже нельзя потому что ты великан ты на нее воздействуешь с утроенной силой вот еще почетче сделаю каемочку и можно горшочек завершить вот так и сглажу все у него уже маленькое дно он вот-вот оторвется от него поэтому протираю и снимаю обязательно мойте круг перед едой шутка и осушайте руки вот такой маленький да удаленький горшочек у меня получился не спешите переходить к большим формам занимайтесь гончарством и вы и берите борозды от судьбы с вами сегодня был я илья калашников на волшебстве керамики будьте счастливы